Мы расскажем про наш проект, Android-приложение для заказа кофе. Актуальность нашего приложения состоит в том, что в современном мире множество людей жить не может без кофе. Мы хотели оптимизировать процесс их жизнедеятельности, то есть оптимизировать процесс заказа кофе. К примеру, человек, находясь дома, может спокойно заказать кофе в своей любимой кофейне, прийти к назначенному времени и забрать его горячим. Изначальная цель нашего проекта – создание Android-приложения по заказу кофе. Мы заметили, что вокруг нас есть прекрасная кофейня, и там отличный кофе. Так почему бы людям не скачать наше приложение и ждать все прелести и удобства нашего проекта? Готовка кофе займет не больше 5 минут, и оставшееся время вам на доставку домой или в любое другое место в близости. Вам больше не придется стоять в очереди и выбирать на скорую руку под давлением окружающих. Также любой наше кофе, где-то очень низким ценам, всегда прибудет горячим. Именно поэтому мы задались вопросом о простом и понятном интерфейсе для любого человека в нашей онлайн-кофейне. Поэтому мы выбрали платформу Android, так как больше 70% опрошенных людей имели телефон со ОС Android. Также мы пришли к выбору языка. Это был очевидно Kotlin. Чтобы получить на выходе работоспособное приложение, сначала нужно было разбить проект на задачи. Продумать архитектуру приложения, продумать, как реализовать выбор кофеин, как реализовать соответствующее меню, корзину. Соответственно, после этого нужно было реализовать вступительный экран, переход на карту. После реализации данных частей нужно было реализовать выбор кофеин и соответствующее меню. После этого реализовать общую корзину. Реализацию мы начали со вступительного экрана. По сути, это Empty Activity, на которую мы просто наложили фотку, ну картинку. Как вы можете видеть, это изображение с чашкой кофе. И реализовали кнопку. Эта кнопка переходит на карту с выбором кофеин. Второй пункт нашей работы – это разработка карты. Для этого мы выбрали Google карту и прошли через 10 кругов фарада, чтобы она включилась. Тово большинство плагинов не были оптимизированы и пришлось изрядно постараться. После этого пришло новое обновление, после чего все снова пришлось переделать. Так что тут и не уместится весь код, который нам пришлось написать для корректной работы, особенно без багов. Но по итогу мы смогли подключить несколько кофеин и их товар на карту. На ней легко перемещаться, доступно на сфере Android 5.0. На ней показывается ближайшее несколько кофеин. Так и по желанию владельцев можно добавлять их в магазин по всей стране и увеличить обход клиентов. Сейчас вы можете видеть третий этап разработки – меню соответствующей кофеини. Соответственно, на карте у нас есть несколько кофеин. Это Starbucks 1, 2, 3. Кофейни мы назвали Starbucks чисто для условности. Это может быть любая кофейня, расположенная с вашим домом. В меню мы тоже можем реализовать любое. Предполагается, что у кофейни будет отдельное приложение для добавления своей кофейни на карту и для добавления их в меню. То есть мы автоматизируем этот процесс. Четвертое – это общая корзина. Здесь мы реализовали полный список наших товаров, где мы можем что-то добавить, что-то добавить, посмотреть полную. Благодаря данному проекту мы научились писать Android-приложения и получили приложение, которое готово к реальному миру. То есть мы можем добавить в него множество кофейн какого-то города, добавить к этим кофейням соответствующее меню. Необходимо только написать процесс покупки. Мы не делали это, потому что мы сейчас рассматриваем просто студенческий проект. А оплата – это уже отдельный модуль. На данном слайде находятся все полезные ссылки. То есть ссылка на GitHub с проектом и ссылка на само Android-приложение. Оно лежит на Яндекс.Диске. Спасибо за внимание. Продолжение следует...